Как мы можем узнать то, что некий определенный человек является обитателем рая? Если я укажу на кого-то и скажу, что он будет в раю, будет ли это правильным? Согласно нашей акиде Ахлю Суннау Аль-Джама'а, мы не можем стопроцентно утверждать, что какой-либо конкретный человек попадет в рай, или же наоборот, что он обитатель ада, за исключением десяти сподвижников, обрадованных раем еще при жизни. Однако наш пророк Али-Иссаляту Ассалям рассказывал про качество райских людей, и они передаются во многих хадисах. Я отмечу только три из них. Посланник Аллаха Али-Иссаляту Ассалям рассказывал своим сподвижникам, «Вы вскоре поймете то, кто является обитателем рая, а кто обитателем ада». Сподвижники спросили, как у посланника Аллаха. Посланник Аллаха Али-Иссаляту Ассалям ответил, «Через восхваление и осуждение вы являете свидетелями Аллаха на земле». Это был первый хадис. Перейдем ко второму. Однажды мимо посланника Аллаха Али-Иссаляту Ассалям прошла похоронная процессия, и люди хорошо отозвались о покойнике. Тогда он сказал, «Обязательно, обязательно, обязательно». Затем мимо него прошла другая похоронная процессия, и люди стали плохо отзываться о покойнике. Тогда пророк Али-Иссалям сказал, «Обязательно, обязательно, обязательно». Ромар да будет доволен им Аллах сказал, пусть мой отец и моя мать будут выкупом за тебя. Люди пронесли носилки и стали хвалить покойника, и тогда ты сказал обязательно. Затем люди пронесли носилки и стали плохо отзываться о покойнике, и ты снова сказал обязательно. Посланник Аллаха сказал, тот, кого вы стали хвалить, обязательно попадет в рай. А тот, о ком вы отозвались плохо, обязательно попадет в ад. Вы являетесь свидетелями Аллаха на земле. Третий и последний хадис. «Обитатель рая – это тот, чьи уши наполнены похвалой людей, когда он их слушает. Обитатель ада – это тот, чьи уши наполнены осуждением людей, и он это слышит». Итак, исходя из этих хадисов, какое качество в человеке может указывать на то, что он обитатель рая, либо ада? Это его репутация в обществе. Что говорят люди о тебе? Однако не нужно пытаться нравиться людям для того, чтобы они думали или говорили о тебе хорошо. Нет, нет, эти старания будут умножены на ноль. Все должно быть естественное. Ты по своему естеству должен хотеть помогать людям. По естеству должен навещать больных, посещать джаназа-намазы. Ты по своему характеру должен хотеть помогать нуждающимся. Тебе должно это нравиться, это приблизит тебя к Аллаху. Почему же говорится «когда он их слушает»? Это потому что, куда бы этот человек ни пошел, то будет находить везде только восхваление и одобрение людей в свой адрес. «Настолько хорошая у него репутация. Когда я нуждался в помощи, он помог мне. Когда я переезжал, он пришел первым, чтобы помочь с переездом. Когда я лежал в больнице, он навещал меня. В моей тяжелой ситуации он был тем, кто помог встать на ноги. Он всегда помогает мне». Или же другая ситуация. Человек, которого везде проклинают. Все, с кем он контактировал, ненавидят его. Например, правители-тираны, которых постоянно проклинает народ из-за причиненного притеснения и зла. Они слышат осуждение и проклятие каждый день. Его избегают и не хотят видеть. Субханаллах. Братья, это прекрасная возможность от нашего пророка, алейиссаляту и салям, выяснить, являемся ли мы из людей рая или ада. Конечно, нет стопроцентной гарантии, ведь дела оцениваются по их завершению. Но можно уже стать тем, кто помогает, радует и поддерживает окружающих, особенно свою семью, особенно своих родителей. Если твой брат уже сказал тебе, что его уволили с работы, то не жди, пока он скажет тебе о своей финансовой нужде. Если ты видишь, что кто-то из твоего окружения находится в сложной ситуации, предложи помощь сам. Не вынуждай их просить тебя и молить о помощи. Подумаем на минуту. Являемся ли мы теми людьми, кто первым приходит на ум, когда людям необходима помощь и поддержка? Или мы те, кому хотят обратиться в самую последнюю очередь? Либо еще хуже, кому и вовсе не хотят обращаться ни в какой ситуации? Да убережет Аллах нас от адского огня.